Совсем недавно я слушал одного очень интересного человека, который говорил о том, что собственно говоря, что вы считаете, что в интернете есть что-то такое вот заумно умное? Нет, это весьма потребительская формация интернета. Это больше для решения каких-то проблем, связанных с бытом. И когда в интернете я читаю на всех сайтах, а практически знаете, как это набираешь, вот что-то одно, один сайт, и информация на всех остальных сайтах будет абсолютно точно такая же. И вот с удивлением совсем недавно я узнал, что асцит это оказывается болезнь. Большей чуши я в своей жизни не это самое. То есть разрушение стенок лимфатической системы в брюшине, в печени, любые другие метастазирования, когда прорываются собственно говоря сосуды и каналы лимфатической системы, и мы имеем асцит накопления жидкости, да, а лимфа это важнейшая, так сказать, жидкость в нашем организме, от нее вообще зависит иммунная система, потому что в липфе находятся лимфоциты, потому что, да, это очень важно, и эта жидкость выливается, да, соответственно, и все. Это как если бы, предположим, у машины Феррари вдруг вылилось бы масло, например, из двигателя, да, и двигателю наступает хана, абсолютно тоже такая же штука и в организме. Лимфатическая система, да, она более подвержена к всевозможным разрушениям, вот микропаразиты прогрызают, и все, и оно все выливается. А когда мы начинаем сбрасывать это, да, и те врачи, которые занимаются, так сказать, эвакуацией из брюшины лимфы, то есть ассида, жидкости, которая циркулирует в организме, это параллельная система, такая же, как кровеносная, вместе с лимфоузлами, вместе со всем этим самым. И удалять это все, то есть удаляется практически абсолютно все, вместе с, когда мы эвакуируем эту жидкость. Поэтому ни в коем случае ассид не является болезнью, он является следствием онкологического заболевания, кошмарным следствием онкологического заболевания, но ни в коей мере сам по себе ассид такой болезни нету, ее не может быть этой болезни ассид. Что-то подействовало на стенки сосудов, что они начали, или капилляров, что они начали протекать, и все это поступает в брюшину, потому что именно в брюшине как раз огромное количество лимфатических каналов, и поэтому задумывайтесь, и когда первые какие-то наполнения, предположим, увеличивается живот, увеличивается это самое, это страшные вещи, и нужно об этом помнить и думать. На сегодня все.